Друзья, всем привет! Меня зовут Анна Забарзина, я учитель английского языка, teacher-trainer, а также создательница самого полного курса для преподавателей по методике преподавания английского детям 3-12 лет. Помимо этого курса, у меня есть также курс по онлайн-преподаванию, и сегодня мы с вами как раз посмотрим на примеры того, какие игры мы можем создавать на доске мира, которая, в принципе, является основой онлайн-преподавания, по крайней мере, у меня. Я везде использую доску мира вместе с Zoom, и это две основные платформы, которые я использую для своих занятий. Сегодня я вам покажу парочку игр, которые я адаптировала из учебников, чтобы вставлять не просто страницы учебника, а можно было бы сделать более интерактивный формат занятий. Смотрите это видео до конца, в конце видео будет подарок по теме онлайн-преподавания. Итак, первое задание, которое я адаптировала, и оно достаточно простое, это задание на спеллинг. Когда мы проходим, как пишутся какие-то слова на английском языке, это в том числе такого рода задание включено у нас в экзамены для Young Learners от Кембриджа, так что нам нужно практиковаться, естественно, особенно если вы готовите своих учеников к тому, что нужно будет сдавать подобный экзамен. И задание у нас выглядит таким образом, что у нас есть картинка, и отдельные буковки, и ученику нужно составить слово из этих букв, вспомнить это слово и составить из букв, которые даны. Мы можем, естественно, просто разместить вот так вот страницу учебника, и выполнять вместе с учеником, он может спелить, да, говорить по буквам, либо печатать, да, в зависимости от возраста, естественно. Вы можете дать доступ к Мира вместе, заработать на одной доске, и тогда ребенок сам может печатать на доске, либо через Zoom и дать возможность написать эти слова через Zoom. То есть вариантов, на самом деле, очень много того, как можно реализовать работу над спеллингом внутри онлайн-занятия. Тем не менее, да, можно сделать таким образом, и, в принципе, ничего не менять. Задание достаточно яркое, уже хорошо. Если же вам хочется что-то более разнообразного, может быть, помимо того, что у вас будут сами слова, нужно будет их, может быть, открыть, найти, да, чтобы дополнительно вывести определенную Classroom Language в актив, то мы можем создать отдельно, да, подобную игру, немножко, может быть, ее изменить. Вот я уже сделала подобную игру, да, где у нас есть немножко другие слова, потому что я ее скопировала уже из готовой своей доски, не переделала, прям как здесь. Сначала покажу, как можно вообще адаптировать такую игру. Я взяла карточки с... Здесь непосредственно тема животных, да, и их разместила сюда, а также буквы, из которых состоит это слово. Мы можем, конечно же, просто вот так оставить, так как здесь я сделала изначально, и нужно ученику будет вписать здесь слова, либо можно сделать так, чтобы ребенок переносил карточки с отдельными буквами. Для этого мы можем взять sticky notes, bulk mode, и у нас, да, допустим, слово bird. Так мы его и оставим. Отдельно пишем каждую букву, и получается у нас слово bird. Мы можем, естественно, поменять цвет карточек, да, выбрать что-то на свое усмотрение, и перемешиваем буковки, после чего мы можем их поставить уже рядом с картинкой. Поменьше сделать, побольше, как удобно. И ученику нужно будет поставить просто вот таким образом, в правильном порядке слово bird. Что еще мы можем сделать, чтобы, опять-таки, немножко усложнить игру и ввести больше classroom language, чтобы ребенок не просто выполнял задание, а он все время что-то просил, что нужно что-то открыть, что-то сделать, что-то найти. Мы можем взять те же самые sticky notes, да, и закрыть слова вот таким образом, как я это сделала со словом bird. Мы можем закрыть слова разного, карточками разного цвета, либо вообще сделать, да, картинки какие-то. И ученику нужно попросить вас что-то сделать. Вот, для этого как раз он использует различные classroom language из серии open, там, такой-то box, да, если это как box. И то, что будет говорить ученик, зависит от того, какой classroom language вы хотите использовать. Это может быть, например, a green square, please, a pink square, please, open the box, да, либо I want, I would like, и так далее. Вариаций может быть много, зависит от того, какой classroom language вы хотите использовать. И сначала ученик выбирает, например, допустим, the pink, да, pink square, pink square. Это может быть, кстати, square circle, можно любые формы таким образом повторить, цвета и так далее. Цифры, может быть, да, можно поставить здесь цифры. В общем, зависит от того, что вы хотите еще дополнительно повторить. И он может сначала попробовать догадаться, что здесь может быть за слово, да, или первая буква, которая здесь может быть, а потом уже открывать карточку и произносить непосредственно слово и писать его так, как нужно это сделать. То же самое, в принципе, можно сделать на самой странице учебника, да, просто мы закроем вот таким образом наших героев и все то же самое можем делать. Я больше люблю, когда картинки без фона какого-либо, поэтому я всегда вырезаю фон, удаляю фон с картинок. Это сделать очень легко в Мира, для этого есть в Мира АИ специальный, который удаляет фон. Для этого мы можем сделать копию картинки, вот таким образом, и нажать remove background. Вот и все. И, как я уже сказала, через sticky notes мы можем добавить слово old. Перемешать буквы, например, вот таким образом. Все, наша игра уже готова. Если вы работаете с частью учеников по одному учебнику, то вы можете сделать прям себе шаблоны и эти шаблоны использовать на своих занятиях. Например, я создала шаблон Pocketbox 1 со всеми карточками, да, словами, и это можно, соответственно, двигать, копировать, сохранить на свою доску для своего ученика с различными играми, memory games, да, spelling games и так далее. И теперь, когда я готовлюсь к уроку, я просматриваю эту доску, что я могу оттуда взять. Причем не обязательно брать по той же самой теме, что у меня здесь и дана. Можно использовать эти шаблоны для любой темы, да, например, memory games. Очень легко ее можно адаптировать под абсолютно любой учебник, да, под любую лексику и любой юнит учебника. Мы можем как на картинках, которые нужно выбрать, взять абсолютно любые, да, там цвета, цифры и прочее, что вы хотите повторить, так и внутри лексику, которую нам нужно найти, тоже использовать абсолютно любую. То есть вместо, там, school things мы можем сюда поставить членов семьи, еду и прочее. Я просто это копирую, немножко переделываю и все. То есть получается такой шаблон, который мне сокращает мое время на подготовку к занятию. Эту доску, кстати, вы можете приобрести и использовать на своих занятиях. Ссылка на доску есть в описании к этому видео, так что переходите и создавайте интересные уроки для своих онлайн занятий. Следующая игра у нас тоже по учебнику, где мы изучаем конструкцию «Я люблю, я не люблю что-то». И мы можем вместо того, чтобы просто отработать и спрашивать «Do you like?», «I like?», «I don't like?», мы можем использовать такую sorting game, где будем распределять, что нравится, а что не нравится. Если у меня, допустим, ученик девочка, я могу взять, соответственно, картинку девочки. Если у меня мальчик, я могу сюда поставить мальчика или вообще фотографию ребенка. Можно попросить, чтобы ребенок прислал фотографию или родители прислали фотографию, и поставить, и, соответственно, будут они распределять, что им нравится, не нравится. Для этого я взяла картинку, как я вам уже показывала, я просто ее нашла в интернете, сюда вставила. Я уже показала, как это сделать, да, убрать фон на картинке. То же самое сделала с рюкзаком и с мусорным ведром. И подписала I like, I don't like. Также то же самое я сделала все с едой. То есть нашла либо эмоджи, использовала, либо картинки, убрала фон, чтобы это выглядело более эстетично. Так что можно было интересно распределять все эти вещи. И ученику нужно будет сказать, допустим, I like burgers, but I don't like tomatoes. И мы можем выбрасывать, да, и причем мы можем прям вовнутрь класть что-то, да, в своего рюкзака, либо выбрасывать в мусорное ведро. Помимо I like, I don't like, это могут быть вообще другие какие-то предложения. Например, I take, да, беру с собой что-то в школу, да, или I don't take, I choose, I don't choose. В общем, все что угодно. Это причем может быть не только еда, да, но и какие-то там вещи, предметы, игры и прочее. То есть sorting games подойдет у нас для огромного количества отработки различных тем. Что касается того, как создать такой рюкзак, куда будет помещаться у нас то или иное блюдо и так далее. Более подробно мы об этом говорим на курсе Online Made Easy. Будет ссылочка в описании. Ну и также я больше рассказывала о подобных играх. В другом видео по мира, по играм на мира. Так что вы можете зайти, посмотреть и для себя выбрать еще дополнительные игры. Еще одна вариация Spelling Game. Как и в первой игре, нам нужно составить из букв слова. Но мы можем сделать это вот таким образом, более, опять-таки, красиво, интересно, что вызывает желание у ребенка. Когда что-то красиво, интересно, у нас это вызывает больше желания, чтобы это сделать, а не просто как активность такая черно-белая в учебнике. Вот на тему одежды. Опять-таки я взяла из своего шаблона Pocket Box, прям скопировала, вставила, и вот у нас ребенок может переносить. Например, говорить там shoes, да, либо каким-то предложением, в зависимости от того, как вы обучаете. И поставить в правильном порядке как раз наши отдельные буковки. И он может еще проспелить, да, ученик может проспелить s-h-o-e-s и так далее. И еще одна игра, это не то чтобы игра, это экзаменационное задание. Прям пример из учебника по starters, кембриджскому экзамену, где нужно будет куда-то что-то положить. Соответственно, учитель, экзаменатор говорит, что где-то находится, и ученику нужно положить. Такую игру можно использовать как непосредственно с индивидуальным учеником. Также, если у вас есть групповые парные занятия, то один может говорить куда положить, а другой кладет. То есть здесь уже учитель выступает у нас в качестве такого направляющего. Вся коммуникация происходит между учениками. Один спрашивает, другой отвечает, один спрашивает, другой отвечает и так далее. Также это задание очень легко реализовать, да, там, допустим, on the table, under, там где-то и так далее. Все это можно сделать. Реализуется точно так же очень просто. Мы берем наши картинки, карточки, которые находим в интернете, либо берем наши флеш-карточки, удаляем фон, как я уже показала ранее, и берем картинку из учебника, да, либо можно просто тоже картинку из интернета, где много различной мебели, которую вы отрабатываете. Если это Classroom, то мы можем взять вот такую Classroom. И, соответственно, можно уже куда-то что-то вставить. Если вы хотите создать дополнительное место, да, куда будет что-то прятаться, сейчас, да, например, карандаш я могу положить на стол, перед столом, но вот за стол, если у нас слово behind, я уже никак не сделаю. Я могу тоже это настроить в Мира и создать дополнительные слои. Для этого мне нужно будет скопировать вот эту зону вот таким образом и снова ее вставить. Это будет верхний слой, да, так как я копирую, все уже здесь на доске, и это самый верхний элемент, он у меня остается как верхний слой. И я его снова возвращаю сюда, прям полностью подгоняю под размер картинки, чтобы отличий не было. Вот таким образом. И теперь мой карандашик может уйти вовнутрь, да, я могу его сделать меньше. И it's behind, behind the table. То же самое может быть behind the teacher, если мы сделаем дополнительный слой учителя и так далее. То есть вы можете заранее продумать, где что находится, если нужно создать дополнительные слои для этого, чтобы можно было куда-то поставить сзади, да, сбоку и прочее, и сделать такое задание на отработку propositions of place. Вот такие несколько заданий, которые можно адаптировать из учебника, перенести на Мира и сделать их более интерактивными, да, не просто взять учебник и идти по учебнику, а чтобы было больше движения, больше возможностей у детей взаимодействовать на уроке. Потому что онлайн-уроки отличаются от оффлайн-уроков тем, что зачастую мы проводим так, что все делает учитель, да, потому что мы не доверяем контролю ученику, либо нет такой функции в зависимости от платформы, которую вы используете. И в итоге ученик остается просто наблюдателем. Естественно, ему становится в какой-то момент скучно и хочется чем-то другим еще заняться. Не стоит здесь думать, что плохой ученик или что-то, да, именно с этим учеником связано. Это связано именно с тем, как строятся занятия. Даже вспомните себя, да, будучи взрослым человеком, например, я могу рассказать свой опыт. Если я занимаюсь или я прохожу обучение, неважно, это языки, либо это может быть какой-то бизнес обучения, вообще любое обучение онлайн, учитывая, что сейчас я учусь только онлайн, то это всегда обучение онлайн. И я смотрю уроки, либо идет коммуникация, да, может быть какой-то общий созвон, что я обычно делаю. Я не могу сидеть просто и смотреть, я не могу это делать, да, и это абсолютно нормальное явление. Я либо что-то рисую, либо что-то записываю, на что-то отвлекаюсь, на телефон и так далее. Детям еще сложнее, чем нам, да, если мы еще себя можем контролировать, детям становится очень скучно, если мы чисто проводим занятия, где ребенок наблюдает, как что-то делает учитель, но сам не взаимодействует с чем-то. Особенно если это маленькие дети, им хочется за что-то потрогать, да, поэтому оффлайн занятия, конечно, здесь имеет больше преимущества, так как можно взаимодействовать больше с учителем, больше тактильности, больше взаимодействия с учителем. Это очень важно. Онлайн хотя бы мы можем больше привнести интерактивности и взаимодействия с учеником посредством виртуальных досок, доверия к ученику, что он может сам что-то писать, сам что-то рисовать, передвигать с нами на занятии. Так что приходите обучаться на курс онлайн made easy. Нового года будет повышение цены, поэтому успевайте присоединиться. И проходите, как адаптировать учебник под онлайн занятия, как провести более эффективные, более интересные занятия, как в группе, так и индивидуально, как с учениками, взрослыми, так и с детьми. Мы все это как раз рассматриваем на курсе онлайн made easy. И основные платформы, которые мы используем, это Zoom и Mira. А также, если вы работаете по кинсбоксу и уже используете Mira, вы можете приобрести шаблон доски мира по учебнику кинсбокс 1 и использовать игры, которые там уже созданы. Ссылочка тоже будет в описании. Ну а теперь подарок. Подарок я вам дарю один тестовый урок из курса онлайн made easy. Для того, чтобы получить доступ к этому уроку, подписывайтесь на мои социальные сети. Все ссылочки будут в описании. Пишите мне в личные сообщения, либо в сообщении сообщества кодовое слово lesson. Именно вот таким образом, без ошибок. Проверяйте, чтобы не было ошибок, иначе просто не сработает автоматическая отправка сообщений. И лучше полностью большими буквами, чтобы точно все сработало. И вам будет отправлен урок тестовый курса онлайн made easy. Можете проходить его и создавать свои подобные игры. Ну а на этом все. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это мотивирует меня на то, чтобы снимать для вас больше полезного контента. Ну а на сегодня все. Всем хорошего дня. Bye!